Time to start Честно говоря, не по-джентльменски Пригласить в гости И заставить дожидаться уже целых три минуты Для джентльмена это чересчур! А главное, не привратника, не дворецкого, не виски с дороги Очень хорошо Что же я, по-вашему, виски из горлышка буду пить? Еще лучше Ну кто в приличном обществе к виски рюмки подает? Ну? Ну ладно, я пошутил Я могу из горлышка К созданию компьютерных игр в последние годы часто прикладывают руку маститые писатели и режиссеры Не остался в стороне и Клайв Баркер Писатель, которого на Западе считают живым классиком жанра ужасов Его Undying представляет собой великолепную смесь 3D-экшен с интерактивной книгой Действие игры разворачивается в 20-е годы минувшего 20-го столетия В мрачном замке, куда по просьбе своего друга приезжает главный герой Известный в узких кругах предсказатель и борец с нечистой силой Приехав в замок, он обнаруживает, что пригласивший его друг бесследно исчез А в замке происходят странные и страшные события Безобрать Черт знает что Пока я с этой бутылкой возился, чемодан сперли Потом электричество пропало Отопление Ну конечно, двери все заперты О, на улице люди какие-то с плакатами А я без инструмента А, черт, только то, что с собой А что с собой-то? Господи, от этого И вот это вот И все Ну, разве с таким арсеналом справедливость восстановишь? Графически игра выглядит просто безупречно Она создана на графическом движке Unreal Этот движок идеально подходит для проектирования замка Населенного нечистью Или создания правдоподобно выглядящих ландшафтов потустороннего мира Игровой процесс сочетает в себе и решение головоломок Чтение магических книг И, разумеется, уничтожение порождений сил инфернального зла Причем с этими самыми порождениями Можно бороться как при помощи огнестрельного оружия Так и при помощи заклинаний Набор оружия и заклинаний не слишком велик Зато сугубо функционален Ничего лишнего Всему находится применение Ну, домик Ну, домик Пока я картины рассматривал Искусством, так сказать, интересовался Все сперли Так и кошелек остался И на том спасибо Только кошелек и остался Карточки, чеки, двести фунтов Как корову языком Э, фонарь-то верните И шляпу Э, я темноты боюсь Кто здесь? Конечно, можно рассматривать эту игру Именно как 3D-экшен И сосредоточиться на уничтожении монстров Не обращая внимания на прекрасные ролики Не вчитываясь в страницы древних книг Решая головоломки с помощью солюшенов Скачанных из интернета Но, право же, делать этого не стоит Сюжет игры, хоть и достаточно прямолинеен Но проработан просто прекрасно Перед вами настоящий, добротно сделанный роман ужасов Главным героем которого стали вы сами Разумеется, эта игра рассчитана не только на поклонников творчества Клайва Баркера А на куда более широкие геймерские массы Системные требования Pentium 3400, 64 мегабайта памяти 3D-ускоритель, 650 мегабайт на жестком диске Играет музыка Продолжение следует...